Задумка Павла Гаевского и Тимофея Лемешко создать город-сад живет и поныне. Видное, один из самых озелененных уголков Московской области. Традиции первостроителей реализуются и в цветочных композициях. Об этом говорили участники встречи, организованные Ленинским отделением Союза женщин России при поддержке администрации муниципалитета. Цветы – это символ, несмотря ни на что, жизнестойкости, красоты. Вот такой вот, казалось бы, легкой, очень ранимой, а на самом деле очень сильной, всевыдерживающей красоты и непременной, обязательной, яркой и не без цветов победы. На экране в этот день демонстрировались зарисовки видновских пейзажей, парки и скверы, клумбы и палисадники, благоустроенные городскими службами и самими жителями. Некоторые гости цветочного торжества подарили всем присутствующим стихи на тему родного края. Славный город Винное, близко по Москве, потому завидное и повсюду видное шелестки и стойки. Мне кажется, что такое мероприятие надо было сделать более широко и масштабным. Почему? Потому что люди, которые сегодня занимаются, им тоже полезно это посмотреть, послушать. Нельзя оставаться на одном месте, надо развиваться. Участники встречи много говорили о важности озеленения новых микрорайонов, чтобы и эти территории могли по праву нести гордое название города-сада. Новым микрорайонам это необходимо как воздух, потому что построили дом, есть какое-то минимальное благоустройство, и каждый год, день из-за дня, происходит озеленение. Мне, как руководителю управляющей компании, уже 6 лет, конечно, бедна разница. Каждый год красивее и красивее становится. И я очень надеюсь, что в ближайшее время мы станем настоящими зелеными аллеями. Буквально на днях на территории второй очереди микрорайона «Зеленые аллеи» планируется высадить 120 новых деревьев. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Елена Коршелева. Видно этого.